В ходе встречи Союза Гагурских писателей в селе Казакле Фёдор Колчик презентовал свою новую книгу под названием «Воздушно-десантные войска СССР». Фёдор Дмитриевич отмечает, что он с радостью принял предложение десантников написать книгу о них. Десантники как одна семья, и всем, кто служил, есть что вспомнить, есть что рассказать. Воспоминания о годах службы будоражат душу, рассказывает Фёдор Колчик. И никто из них не жалеет, что прошли службу, где научились дружбе, честности. Книга вышла благодаря десантникам, благодаря их просьбе, потому что была написана книга о моряках, военно-морского флота, и десантники обратились ко мне, чтобы я написал о них, о десанте. Депутат парламента Республики Молдова Ивана Кюксал уверена, что это не последняя книга Фёдора Дмитриевича. Она считает, что таких людей нужно всячески поддерживать в своём стремлении писать о воспоминаниях прошлого. Сегодня в селе Казаклия, в здании Примарии, прошло очень красивое плодоторное мероприятие. Была встреча Союза Гагаусских писателей в Казаклии, в первую очередь. И на этой встрече презентовал свою очередную книгу «Уроженец села Казаклия» Кылчик Фёдор Дмитриевич. Книга посвящена солдатам, которые отслужили в воздушно-десантных войсках. И очень было отрадно видеть героев данной книги. Примария села Казаклия Анатолий Узун также отметил значимость данного события. Наши десантники, которые уже отслужили, вышли с инициативой, чтобы написать именно о десантных войсках и о десантниках, которые проживают в нашем селе, в Тараклийском районе, в Чедровском районе. И вот эта книга недавно была выпущена, и сегодня презентация этой книги. И поэтому были приглашены наши гости из разных населенных пунктов, и Гагрузии, и Кичневе из представителей. Приглашенные гости, среди которых и герой данной книги, вспоминают то, как Фёдор Кылчик попал в армию. Десантники благодарны Фёдору Дмитриевичу. Они с сожалением отмечают, что в нынешнее время мало внимания уделяется патриотизму. Сегодня на нас такое событие. Вышла книга Фёдора Дмитриевича Кылчака «Воздушно-десантные войска». Это вообще шедевр для нас, для поколения, которые прошли воздушно-десантную службу. Упоминает для нас самая значимая фигура в этой книге, конечно, человек родом из Казаклии, который до сих пор служит в воздушно-десантных войсках России, награждён генерал Чабан Николай Петрович. Хотелось бы сказать, что такие люди, как Николай Петрович, это единицы. Единицы рождаются. И мы должны гордиться. Юг, вообще вся Молдова должна гордиться такими людьми. Ходили раньше по школам, 10-е классы, спрашивали, кто пойдёт учиться в военное училище. И он написал заявление, что хочет туда, в училище. И он хотел благовещен, не знаю, какое училище там было. Но потом пришло ему в военкомат, что его оттуда дали ему рекомендации в танковое училище, в Ульяновске. Мы тоже очень гордимся своим братом. Мы моральную поддержку ему оказываем. И горды тем, что он есть. Он такой один, насколько я слышала, у нас в Гагаузии. Дослужился своим именно потом, своим трудом, достиг. Гордимся и благодарим, что гагаузский народ его помнит. Сегодня Фёдор Дмитриевич продолжает радовать всех своими новыми книгами. Олег Дулогло, Леонид Афонос, ГФТ Новости.